так здравствуйте дорогие друзья меня зовут леонардо и сегодня мы начинаем прохождение такой игры как тунгусская секретные материалы данная игра вышла в 2006 году дольки давно и в жанре классического квеста также на на игра от немецких разработчиков разрабатывалась в течение полутора лет и известно что один из разработчиков имел русское происхождение так что давайте начинать а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Ага! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! подбери так фарфоровая она же как там пористая что тут еще есть телефон рабочий телефон личные разговоры строго запрещены не знаю что здесь произошло но мне стоит позвонить в полицию полиция берлина алло говорит не на коленкова скорее пришлите сюда кого-нибудь мой отец бесследно исчез когда он исчез не знаю я пришла к нему на работу но его здесь нет и здесь все вверх дном словно тут что-то искали у вашего отца наблюдались суицидальные наклонности или психические отклонения что нет конечно нет простите в таком случае мы ничем не можем вам помочь мы принимаем заявление об исчезновении совершеннолетних только в том случае если жизнь угрожает опасность или это произошло при необычных обстоятельствах но это и есть необычные обстоятельства успокойтесь уверена у вашего отца появились важные дела и он скоро с вами свяжется не волнуйтесь важные дела алло вы слышите что я вам сказала здесь словно ураган прошел или вы думаете что он сам здесь такое устроил а теперь отправился на поиски уборщицы спасибо вы мне так помогли что же мне делать послать им пару отрезанных пальцев чтобы они наконец задницы от стула оторвали думаю здесь мне ничего делать а нет я кое-что внутри камни что то есть он светится красно-сиреневым светом возьми вот в камень что-то выросло это заметно аппарат здесь проводят первичный анализ образцов пород не имея ни малейшего понятия как это должно работать все она здесь делать нечего дайте выйдем громкая музыка из кабинета папа такого не слушает значит его там нет может человек в кабинете сможет сказать мне где он постучись если получится дверь заперта изнутри музыка играет так громко что моего стука там просто не слышно табличка с и меня на грубе или моего кабинет возьмем пригодится в радиаторе тихо журчит вода как она под водку музыку услышал это это журчание они видимо сняли табличку с именем во время ремонта и теперь там висит каталожная карточка с папиным именем список местных пиццерий производящих доставку надо информация строительстве радиовышки в этом районе никто по имени шамбергер ищет своего пса виски насколько я понимаю ничего интересного здесь нет все ясно вот щиток сейчас дерьмо какой не провод и музыка отключится болен от как она это услышали услышала вот эту музыку вот непонятно это уже разработчики это не учли так что у меня игра начала дергаться это меня немного не устраивает вот смотрите ну для вас наверное незаметного для меня это просто очень трудно не заметить это план эвакуации на нем обозначены все зала музея он устарел за это время несколько залов закрыли на ремонт хорошо осмотрим все полезное это список работников музея научный руководитель владимир коленков кабинет 5 кабинет 4 принадлежит максу груберу максу груберу отлично вот если это так перерезано подозрительно немного ничего нет луч света в темном царстве лучше не выключать иначе я просто ничего здесь не увижу как ничего но и же чуть-чуть освещение при таком тоже не только с помощью то лапа освещается вот туда звуки какие-то доносятся я слышу из постамента какие-то звуки похоже там внутри кто то есть потайная дверь открой иди что ты здесь делаешь оооо мисс нина они все еще здесь здесь кто они они пришли я их не видел но сразу понял что они здесь мне стало страшно я решил спрятаться а потом я их увидел они словно парили над землей но это были всего лишь пятна он похоже пьяный хлам ну эти голоса эти голоса у меня в голове сотни голосов ты снова пил нет 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 я я не пил клянусь но нет ну не так много но они правда были здесь я видел я их чувствовал они они не просто мое воображение поверьте мне эти их черные накидки и костлявые пальцы я их никогда не забуду все нормально иди давай вылезай оттуда и успокойся по бедняги нервы совсем сдают надо будет поговорить с ним когда он немного успокоится ладно ой стойте можете мне все смотрели то наверное и нечего так осматривать а нет что-то валяется ключ ключ должно быть его обронил эти возьми это может быть ключ от тех тех господи этого электрощитка трудно поверить что динозавр с такими клыками мог быть травоядным хотя может быть и не стоит в это верить ну не верить тебе никто не заставляет так эта схема показывает каким образом астероиды и метеориты могли стать причиной вымирания динозавров когда я читаю пояснения эта теория кажется вполне правдоподобной так вот я тоже в детстве любил динозавров читать это я так к слову особенно про те теории от чего они могли вымерить вымерить к суде есть такое слово так давай открывай и давай вырывать пробки ключ подошел сделаю-ка я орущую у макса грубера музыку чуть потише я даже не сохранялся какой кошмар на то чтобы сделать все заново уйдет несколько часов господин грубер пожалуйста впустите меня мне нужно с вами поговорить а что сейчас подождите секунду привет ты не на коленкова да да откуда ты знаешь твой отец много о тебе рассказывал очень рад что наконец смог с тобой познакомиться решила посмотреть где он работает я хотела навестить его а когда пришла увидела что дверь в музей распахнута настежь а в его кабинете все перевернуто вверх дном ах да эдди прятался в модели тиранозавра он весь трясся от ужаса и бормотал что-то о летающих созданиях хм налицо явное несоблюдение рабочего распорядка но я тут ни при чем я уже несколько часов не выходил из кабинета а что твой отец об этом думает в этом то все и дело он исчез исчез что значит исчез не мог же он просто раствориться в воздухе есть у меня ощущение что здесь случилось что-то страшное ты действительно ничего не видел нет к сожалению нет так чё у нас тут похоже в кабинете отца кто-то что-то искал ты не знаешь над чем отец в последнее время работал не совсем вообще-то он должен был провести инвентаризацию у нас ведь здесь ремонт да я знаю но но он как-то упомянул что инвентаризация сейчас не самое главное у него появилось какое-то более срочное дело а ты случайно не знаешь что именно это за дело нет я же говорил я тоже был очень занят ты не замечал ничего необычного в последнее время ничего странного не происходило поведение отца никак не изменилось вообще-то нет но мы в последние несколько дней с ним почти не общались у меня было много срочной работы да и он по всей видимости был сильно занят чёрт может тебе стоит сообщить об этом в полицию слишком уж все это странно да я уже пыталась только исчезновение моего отца их совсем не заинтересовало уборщик совсем обезумел бормотал что-то о людях в чёрном и странных голосах эдди знаешь он отличный парень только только любит выпить я знаю но я никогда раньше не видела его таким похоже он до смерти чем-то напуган что ж если здесь действительно кто-то был эдди вполне мог что-нибудь увидеть а если к его богатому воображению добавить бутылку виски да но мне кажется с ним все-таки стоит еще раз поговорить когда он немного придет в себя похоже он единственный кто хоть чем-то сможет мне помочь буду искать дальше теперь я очень хорошо понимаю эти я в полном замешательстве и меня начинает одолевать страх если тебе понадобится помощь я буду здесь хорошо большое спасибо так что делать все дальше извините так мы выйти что-то здесь не так нет и пока я не узнаю где папа и что с ним я никуда отсюда не уйду хорошо как скажешь так что в кабинет просто нам точно делать нечего будет я опа кто и что вы здесь делаете могу задать вам тот же вопрос детектив каннский я веду здесь расследование а вы кто я не на коленкова это я вам звонила так так и так ваш отец исчез да я приехала сюда чтобы навестить отца он говорил что пока будет в музее когда я пришла входная дверь была распахнута а в его кабинете словно ураган прошел я очень беспокоюсь спасибо что пришли у вас есть какие нибудь идеи о том что здесь могло произойти я не верю что отец сам мог устроить здесь такой беспорядок я совсем не знаю вашего отца но следует учитывать все варианты вы действительно хотите сказать что я вообще ничего не хочу сказать дорогая но пока у меня не будет фактов я должен рассматривать все возможности думаете с моим отцом что-то случилось трудно сказать а я думала полиция не станет мне помогать пока жизни моего отца не будет угрожать опасность послушайте милая я этим занимаюсь почти 40 лет я заверстучую если дело серьезное а это дело очень серьезное и если вы лично к этому причастны лучше расскажите все сразу рано или поздно я все равно все выясню что я звонила в полицию вернее я хотела чтобы они приехали сюда зачем бы я стала это делать если преступники всегда действует нелогично но меня такими вещами не обмануть иначе я никогда бы не стал инспектором да хорошо я поняла вы очень очень умный если вы что-нибудь выясните сразу же сообщите мне хорошо да да мне нужен ваш номер телефона и адрес не покидайте город у меня могут возникнуть к вам некоторые вопросы а теперь уходите вы только мешаете искать улики какой-то странный этот инспектор правда да инспектор не слишком дружелюбен видно работа обязывает да возможно главное чтобы он выяснил что случилось с отцом по крайней мере хоть кто-то верит что случилось что-то нехорошее я тоже тебе верю спасибо и я тоже хочу тебе помочь я все равно не собираюсь ложиться спать на том свете высплюсь так что если я хоть что-то могу для тебя сделать я очень тебе благодарна проверь может твой отец уже дома может он уже волнуется и собирается лишить тебя карманных денег недели на две за то что ты так поздно вернулась да было бы здорово если бы он оказался дома к сожалению до вечера меня на работе не будет но ты обязательно зайди ко мне или позвони если твой отец вернется то будет повод отпраздновать если нет возможно я смогу тебе чем-то помочь хорошо так и сделаю увидимся завтра и спокойной ночи спокойной ночи и сладких снов тебе тоже так что он что прям так думаю пешком пойдет вот что у нас тут а домой точно тут но я Ау! Папа, ты дома? Боже, голова просто раскалывается. Вот чёрт. Здесь тоже кто-то побывал. Сначала в его кабинете, теперь в квартире. А что же такой отец вязался? В будущем надо быть осторожнее. Тот, кто это сделал, похоже настроен очень серьёзно. Итак, ладно. У нас тоже кто-то поковырялся. Так что, давайте осматривать и смотреть, что пропало, что исчезло. Очень вкусно. Холодная пицца с вонючим тунцом. Что я это делаю? От одного только запаха можно сойти с ума. Хотя, с другой стороны, дарённому коню в зубы не смотрят. Так, что тут ещё есть. Старый, коротковолновый приёмник папы. Антенна сломана, и в нём нет кассеты. Вряд ли я услышу что-нибудь кроме помех и шипения. Ну да. В средние века было также известно, как белое золото. На одной визит к стоматологу, на другой список покупок. Третью я не могу прочесть. А четвёртая пуста. Это мне ничего не даёт. Так. Ммм, требуется пароль. Думай, Нина, думай. Так. Блин, мы пока не знаем паролю. Пять. Два. Ничего. Похоже, это неверный пароль. Вообще-то у папы всегда были проблемы с запоминанием всяких кодов. Наверняка он держал свой пароль где-то под рукой. Так, ладно. Всё, больше ничего. Так, надо заполнить в пароле только четыре цифры. Так. Сто. В этом месте ковер ужасно грязный. Надо будет подарить папе новый на Рождество. Её только ковер волнует. Да. Между досками что-то есть. У меня, конечно, тонкие пальцы, но даже они туда не достают. Ну, знаешь, тонкий пальцы это символ красоты. Видимо, отец даже не ложился. Так. Ещё ещё полезное. С каких пор мой отец читает такую дрянь? Ну, знаешь ли, это не дрянь. Надеюсь, никто не думает, что я буду это читать. Да почему биография Джорджа Буша уникальная? Невероятно. Как мало одежды требуется мужчине. Так, всё. А, нет, не всё. Ещё аквариум, аквариум. Даже наушников нет. Так, а в этом ты очень сильно ошибаешься. Забавно, что есть люди, которых успокаивает, если они сидят тупо пялись на рыб. Я бы никогда... Минуту. Там внутри что-то блестит. Помимо рыб, в аквариуме болтается какой-то ключ. Возьми. Нет, не получится. Моя рука через неё не пройдёт. А я думал, чё-то клевикова, кричи достанём. Нет. Соль. Средний вид. Да. О, на книге замок. И это вовсе не книга, а шкатулка, замаскированная под книгу, которую вряд ли кто-то станет читать. О, да. Внутри батарейки. Может они ещё работают? Только я не стану брать кассетник с собой. Не хочу таскать кучу ненужного барахла. Так, батарейки и книга шкатулка. Ну, в принципе, похоже, уже ничего нету. Идемте на улицу. Там точно что-нибудь полезное должно быть. Итак. Тут много чего есть. Хорошо, хорошо, я сделаю это. Резиновая перчатка и велосипедная спица. Не самая впечатляющая добыча. Так, нет, это вход. Ведро. А для чего оно нам? Ведро с водой. Я могу взять ведро. Ручка отломилась. А я ведь такие задумываю, что здесь какой-то подвох. Мой мотоцикл. Так. Сиденье мотоцикла что-то выделили. Отдельно. Бардачок под сиденьем заперт. Так у них уже ключи есть, господи. Бардачок открыт. И че у нас тут? Мой сотовые солнечные очки. Заберу и то и другое, пока не стащили. Вот так. Велосипед. Такой дряхлый ржавый. И развалится. Кроме того, у меня есть мотоцикл. Он побыстрее велосипеда. Единственное, что еще может пригодиться, это насос. Да. Люккодисанализацию. Об этом свидетельствует сильнейшая бонь, проникающая через все возможные отверстия. Это отверстие такое маленькое, тем более? Нет? Так, стоп. Тут что-то есть еще. Целая гора окурков. Похоже, здесь был заядлый курильщик. А ведь отец не курит. Более того, он запрещает всем курить в здании. Так. Все, больше ничего. В смысле, с этой стороны. Несколько ящик и машина, которую я не могу посмотреть. На ней прямо написано, что я обязательно найду в ней что-то, что в будущем не пригодится. Вот еще, знаете, вот я слышу собачье рычание. Вот я не пойму, это у меня на улице происходит или в игре? Просто мне сейчас окно открыто. Думаю, это в игре или у меня на улице это рычание доносится. Так, что у нас тут то ли отмена, то ли музей. Ладно, сходим в музей. И давайте на этом моменте завершим данную серию. Я надеюсь, она вам понравилась. Было довольно таки интересно. Если вам понравилась данная серия, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. А также вступайте в нашу дружную компанию. А на этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Леонард. До скорой встречи. И помните, веселье только начинается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова